Спад в экономике России остановится лишь с приходом 2018 года. Таков последний прогноз Минэкономразвития. Одни из главных причин российского кризиса – падение курса рубля и снижение цен на нефть. Однако экономисты указывают и на иные показатели. «В реальности сейчас есть ещё очень сильный наш собственный внутриэкономический фактор, то есть спад на российском национальном рынке, спад продаж на рынке недвижимости, продаж автомобилей, общее сокращение деловой активности, затухание каких бы то ни было инвестиционных желаний. И в результате мы имеем очень сильный исход капиталов из российской экономики». Так в прошлом 2014 году отток капитала из России побил все рекорды. Из страны вывели более 150 миллиардов долларов. В этом году эта цифра уменьшится. Минэкономразвития ожидает, что к концу 2015 года Россия недосчитается 93 миллиардов долларов. Причина – санкции, закрывшие российским компаниям рынки финансирования из-за рубежа. Одна из наиболее пострадавших отраслей – рынок недвижимости. «У людей не решены жилищные проблемы. У массы людей в России. И необходимо, чтобы они смогли это жильё получить. А ведь жильё – это самый дорогой российский товар, который мы вообще создаём сами для себя и никуда, к счастью, не экспортируем». Между тем, международное рейтинговое агентство «Мудис» отмечает – основную тяжесть экономического кризиса несут на себе обычные граждане. Падение реальных доходов россиян отражается в сокращении оборотов розничной торговли. За год этот показатель снизился более чем на 9%. Так, согласно последнему опросу в ЦИОМ, каждый третий россиянин на повседневные расходы уже тратит свои сбережения. «Я думаю, что у всех всё изменилось. Наверное, уже мало кто ездит куда-то отдыхать и в основном уже пытаются запастись какой-то, оставить, наверное, какой-то лимит, чтобы просто уже тратить деньги на самое необходимое и, соответственно, закупать что-то впрок. Наверное, сейчас наши цены растут». «Да, мы очень ощущаем это, потому что начало кризиса у нас совпало с рождением ребёнка, и, по факту, мы живём сейчас на одну зарплату и параллельно выплачиваем ипотеку». «Я бы сэкономила сумасшедшие деньги, если бы в 2013 году делала бы ремонт. Сумасшедшие деньги сэкономила, потому что курс был другой, цены были другие, а сейчас, извините, они в два раза выше. В два раза выше. Для того, чтобы купить технику, ремонт, техника бытовая, нужно потратить теперь на 30-40% больше денег». Аналитики заявляют, в ближайшие годы зависимость курса рубля от цен на нефть сохранится. Минэкономразвитие ожидает, что в будущем году курс доллара будет не ниже 75 рублей.